Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели и зрители! Хасидизм нам открывает внутренние и глубокие части Торы. Наша внутренняя задача, задача каждого еврея – осветить мир святостью и светом Всевышнего. На это даны ему силы, дано ему его сотворение, то, что он есть, все его существо, все его сущность, сущность человека иудейского. Это для того, чтобы освещать мир и этим самым приближать все народы мира к истине. И мы это видим. Кто начал это? Первый, первый это начал Авраам Абин. Его послали, немедленно сказал ему Всевышний, после того, как видел, что именно он понял и почувствовал, что у него есть какое-то более значительное назначение, более глубокое назначение, чем то, что было вокруг него. И он открылся ему и начал с ним связь, контакт. Начался контакт, глубокий, очень интересный контакт, который продолжается до сих пор с его потомками. Одна из главных целей Авраама была, чтобы он появлялся среди народов и объяснял им о истине существования Всевышнего и существования цели для каждого, каждого существа. Каждое существо создано не просто так, оно имеет большое-большое значение во всем, что мы видим. Нам иногда кажется, что какое-то может быть значение. Я делаю так или это, какая разница. Друзья, это не так. Нету мелочи в нашем творении. Всевышнего все рассчитано до малейшей молекулы. И все, что там творится, это имеет большое-большое значение и большие отзывки наверху в духовных мирах. Ровно так, что мы появились здесь. Самый-самый низкий мир считается наш. Наш свет, насколько он великий, насколько он недостигаемый нашим разумом, насколько он непостижим никем. Он самый низенький, самый близкий нам. И весь этот материальный мир, он конец каких-то планов, каких-то более возвышенных, более великих энергий, более великих сил. Настолько, что мы даже понятия не имеем о тех измерениях, которые есть в этих духовных мирах. И вот в эти миры заложена цель. И вот это правило, которое мы должны помнить, очень сильно помнить, это поможет нам в дальнейшем понимать хасидизм и каббалу. Есть такое правило. Наутс, софан бетхилатан, бетхилатан бетсофан. Наутс – это вжать, зажать, заложено начало в конце и заложено, вдавлено начало конца в начало. Очень интересное сочетание, правда? То есть имеется в виду так, что когда мы видим что-то в конце, мы должны знать, что это было начало. Что значит в конце? Вот мы читаем то. И в Торе описывается что-то. Описывается, что Авраам тут был, Исхак родился тут. И потом он ушел сюда, переехал туда, и потом он женился на той, женился на этой. Вышли потомки, 12 колен и так далее. Потом они попали в Египет, а после Египта они были в Израиле. Все эти войны, вся эта история, что описывается дальше. Все это началось не там. Все это началось сначала как у человека. Все, что происходит с человеком, сначала начинается в его замыслах, его мысли. Домысли начинаются в его сущности, его желания, в его удовольствие. Что человек, от чего он имеет удовольствие, вот к этому он стремится. Что ему нужно, к этому он стремится. Это заложено настолько, что это уже не зависит, в принципе, от самого человека. Человеку нужно строить семью, ему нужно жениться, ему нужно искать пару. Этой паре нужен он. И это все механически происходит с каждым из них. И вот так это устроено. То же самое остальные, остальные существа нашего мира. Мир животных, мир растений, неодушевленный мир. Все, что мы знаем в неодушевленном мире, это земля, горы, моря, океаны. Это все не случайно, и все это живет. Каждый живет в своей форме, и каждый по-своему выполняет то, что он должен выполнять. С этой стороны мы видим какие-то явления в природе, в разных галактиках, что мы каждый раз открываем какие-то новые. Мы видим какие-то явления, иногда они хорошие, иногда они не совсем хорошие, всякие цунами, всякие вулканы, на все, что происходит перед нашими мясными физическими глазами. Мы уже не раз говорили, что время и площадь, где мы находимся, это все сотворение. Есть другие миры, в которых этих измерений нет. Эти измерения придумали для нас. А выше чуть-чуть пользуются другими измерениями, которых мы не знаем. И так имеется цель, общая цель, конец которой вжат в начало. То есть в начале была идея сотворить мир вот такой, как он сейчас. А для того, чтобы сотворили, должны были быть тысячи миров, энергиями, течениями энергии. Пока нас не сотворили, этого еще не было. Цель не была достигнута. Когда достигнута цель, был сотворен человек, и человеку дана была задача, которую он понял, ему дана была задание, которое он понял, то тут уже начала развиваться сама цель. Мы уже говорим о самой цели. Как я сказал раньше, где мы это видим наглядно в Торе, то мы видим наглядно в Торе в сотворении человека, в сотворении Адама, потом Хавы, Евы. И мы знаем, что там произошло дальше. Их сотворили не просто так, их сотворили с какой-то целью. И они с самого начала нарушили эту цель. Так надо было уже выбираться. Ту же самую цель уже в другой форме, в другом порядке. Сначала они были в духовном саду Ганыды, и потом они перешли в другое место. Продолжали. Потому что цель не меняется. Задача есть, ее нужно решать. Не удалось так, удастся иначе. И вот так это продолжается до сегодняшнего. Наше время и то место, где мы находимся, имеет полное отношение к нашему календарю. А календарь, он, как он устроен, он недельный календарь. У нас есть суббота. Ось нашего сотворения, главная. А потом вокруг нее вращаются дни. Первый день, второй день, третий день, четвертый, пятый, шестой, опять, опять, седьмой день, опять возвращаемся к субботе. И о чем это говорит нам? У нас нет таких дней, как понедельник, вторник, воскресенье, четверг. У нас таких названий нет в иудаизме. В иудаизме есть только шаббат и все. Все остальные дни – это первый день, второй день, третий и так далее. И в самом календаре имеется первый день месяца, второй день месяца, и так, 30 или 29 дней месяца. И таких месяцев у нас 12. И вот эти 12 месяцев каждый имеет свою характерность. А в чем это сказывается? Это сказывается во влиянии всего времени, и календаря, и дня. Месячный календарь, и недельный календарь – все влияет на происходящее вокруг. Все влияет. Влияет на погоды, влияет на все происходящее в природе, и в настроении человека, и в настроении, главное, его души, его внутренних сил. А у человека имеется также два, в назначении его имеется два вида. Один – наружный, внешний вид, а другой – внутренний, глубокий вид. И это во всем. Мы еще эту тему затронем не раз, потому что без нее невозможно двигаться никуда. Так же, как жизнь без этого познания невозможна. Начнем с того, что мы находимся сейчас в месяце Кислеф. Это третий месяц от Тишрия. Тишрия, он сам также седьмой месяц. Но мы Тишрия – это Рошашанатам, и Суккот, и все это. А первый в отношении праздников – это был Тишрия. Второй был Хешван, а третий – Кислеф. То есть, если считать от начала всех месяцев, то он получается десятый. Итак, месяц Кислеф имеет в себе изобилие праздников. Очень больших, великих праздников. Праздников хасидизма. Праздников внутреннего значения. Хронологически он начинается с Хануки. Заканчивается, пока он заканчивается, в начале. Он заканчивается в начале месяца Рошашаш Кислеф. В этом месяце происходило очень много важных вещей, которые должны быть зарегистрированы в наших понятиях, в наших сознаниях, как очень важные дни. Мы сейчас остановимся на сегодняшнем дне. Сегодняшний день является именно той частью, с чего я начал, что заложено в каждом начале конец, и в каждом конце можно найти начало. Мы находимся сегодня в день свадьбы Любавичского Рэба. А Любавичский Рэба – это окончание сотворения миров. Цель. Цель заканчивается в нашем поколении. И мы счастливы, что родились в этом поколении. И Любавичский Рэба принял в этом самое главное участие. Любавичский Рэба разослал шляхи по всему миру. Сегодня нет ни одного места, нормального, центрального места в мире, чтобы там не было шлейх Хаббат. А чем занимается там шлейх Хаббат? Тем, что занимался Авраам Авину, первый шлейх. То же самое. Если нужно соблюдать шаббат, молиться, нужно говорить хаббат, нужно надеть тфим, нужно раздать свечки, чтобы девочки знали, что они должны зажигать свечки. И так далее. Этим занимается шлейх Хаббат. Вот этим занимался Авраам Авину. А мы же хорошо знаем, что Маасе Авод Симан Лебанин. Маасе Авод – это значит поведение наших праотцов, естественно, пра-матерей тоже. Это знак для сыновей, для потомков. Знак – это как дорожный знак. Висит, езжай направо, езжай налево, сюда не иди, тут не стой. Вот это вот знак наши праотцы и наши пра-матеры вложили в нас. И вложили нас не просто так. Это находится в наших организмах. Это находится в нашем мозгу. Это находится в нашем сознании. И настолько это находится в нас, что, как мы уже говорили не разу, и будем еще продолжать учиться это дальше, в Тании написано с самого начала, что еврей имеет две души. В принципе, это каждый человек имеет. Но у нас что-то особенное. Что у нас есть особенное? Что даже вот эта природная душа, которая называется животная душа, в ней, что она основа всего-всего плохого, но в ней имеются тоже хорошие качества. Какие качества? Говорит Гемара, Талмуд, что еврейская нация узнаваема, как ее определяют, как ее узнают, что вот это еврей, по трем главным излучениям этого человека, по трем главным характерностям этого человека, иудея. Что в нем есть? Иудеи, рахманин, они умеют жалиться над человеком, байшанин, они стыдливые, а третье – гумлей хасадим. Гумлей хасадим, они творят по своей натуре, творят что-то дружелюбное с человечеством, дают ему что-то хорошее. То, что они понимают, что нужно человеку сделать добро, это их пробуждает совершить это добро. Вот это заложено в нас. Кроме того, что есть очень много духовного и хорошего, что заложено в нас, в нашей божественной душе, которая связана непосредственно с диктованием Торы, с диктованием Всевышнего. А то, что мы иногда видим, может быть, больше, чем иногда, не такое соответствующее вот этим корням поведения иудея, это не значит, что это по натуре. Он к себе приклеил чужую натуру, другую натуру. Тут и окружение его действует на него не так положительно, и воспитание не так положительно. Поэтому мы должны знать вот эту науку, что в нас есть, и это мы должны в себе находить. Надо взять лопату и копать, и искать в себе вот эти глубоко заложенные в нас кормы. И они есть. Нам не очень долго придется копать. Итак, первый был Авраам Абину. Это мы видим в Библии в наружной Торы. Второй был Исхак, был его сын, а потом был Яков. Каждый из них имел другой вид службы, служения, и другой вид подхода ко всему. И каждый совершал это по-своему. Последнее, это то, что все их качества перешли к нам, и, естественно, это все переходит к последнему. Наш Любаверский Рэбе – потомок Аутер Рэбе. Первый Любаверский Рэбе – Шнерзалман из Лиаде. Кто был Шнерзалман из Лиаде? Каково его влияние на все миры? Он был продолжителем науки Большемтова. Большемтов заложил в нашу Тору ее внутренний смысл, открыл нам то, что было закрыто. До Большемтова было тоже очень много великих ученых-евреев. Неограниченные еврейские таланты в Талмуде, неограниченные еврейские таланты проявлялись в Средневековье особенно, особенно когда они были в самой гуще изгнаний во время Инквизиции и дальше, и в царское время. Самые великие ученые Торы открывали Тору со всех сторон, но это было все наружное учение. Потом появился Большемтов. Большемтов открыл что-то новое, вскрыл. То, что было, только он его раскрыл. А что там было? Если когда-то самое главное было знать Аллаху, и самое главное было знать Талмуд, а люди, которые не удостоились, не заслужили, не получилось у них по любому причине изучать Талмуд и Тору, они были безграмотные, и они никакого веса в обществе евреев не имели. Мы уже как-то затрагивали эту тему, нам еще придется долго ее изучать. Большемтов внес то, что есть внутренняя часть, внутреннее содержание. Иногда есть еврей, который с трудом читает молитву, с трудом читает тыль, но в нем сидит очень большая душа, очень большой свет от Всевышнего, что если этот свет распространится в мире, это как солнце. Солнце в темном месте. Не обязательно быть ему гаоном из Вильны, чтобы освещать людей. Ему достаточно будет быть простым кучером. Но у него настолько светится, когда он сидит в единственный день, что он отдыхает и может немножко сидеть, сидит в синагоге и говорит тылим. Вот этот тылим, Большемтов это не раз доказывал, доходит до самых высоких мест наверху и решает очень многое. То, что мы потом, мы этим потом забавляемся, мы имеем от этого удовольствие. Какие-то трагедии, которые должны были свершиться, не вершаться. Но мы это не видим и не понимаем. А Большемтов сделал, чтобы мы это понимали, чтобы мы знали, что есть внутренняя, внутренняя часть митцвот. Мы никогда не вдумывались, что такое митцва. Есть написано, есть очень много книг написано в первое время, про митцвот, какой у них смысл. Это как-то было сухо, мы не знали, что там лежит внутри. А Большемтов сделал, что внутри лежит такое, что намного ближе к нам, чем нам кажется. Мы одеваем пфел, и если нам нужно потом трясти лулов, или строить суху, или резать корову именно так, а не так, что это кошер, это не кошер, мы зачастую воспринимаем это с тяжестью. О, еще один груз на нас наложили, еще один груз на нас наложили. А если мы увидим, что там лежит во внутреннем смысле, о, тогда нам будет намного легче и приятнее, и мы будем это искать. Не будем смотреть на то, что мы устали. Мы никогда не устаем после этого. Когда у нас вот такие задачи, которые нам ясны, открыто перед нами, так мы уже уставать не станем. Известно, что Любавишский рэб отделил доллары в воскресенье. Последние годы это было. И там проходили мужчины, проходили женщины. из разных общин и из разных воспитаний не хабадницы обязательно. и вот одна женщина пожилая стояла в очереди, очереди были очень длинные. И ее очеред дошел до рэбе, и она говорит, рэбе, я не понимаю, как вы можете, вы же уже не молодой, как вы можете в вашем возрасте так стоять на ногах и делить, и делить, и с каждым отменяться словами, кого-то благословить, кому-то дать совет, и вот так далее. Как вы выдерживаете, как ваше ноги выдерживает? Кто-то я бы улыбнулся и говорила, вы когда-нибудь считали или несли бриллианты, алмазы? Она говорит, нет. Вот представьте себе, вам дают вот такой каменности. А если у них несколько больших таких камней или целый мешок, вы же не выдержите, кто это может вынести такое? А если это бриллианты? Если вы видите бриллианты, маленькие, большие, и все они блестят, и все они очень дорогие, вы устанете, у вас будут болеть ноги, можете так стоять, стоять, стоять и считать, и пересчитывать, никогда не устанете. То же самое, говорит Рэбби Я, тут проходят бриллианты, вот эти все евреи, это бриллианты, их надо только видеть. Это вот внутренняя часть того, что есть в нас, во всех, это во всех отраслях. и от такого не устаешь. Вот были сухоты, и Рэбби рассказывал, как танцевали в храме, семь дней и семь ночей подряд, и пели, и танцевали, и лили воду, и все, что хочешь, там было. А когда уставали, во время танца один другому на плечи, ложил голову, и дремал минут пять, потом менялись. И вот так, вот так проходили семь дней и ночей. И все было, был такой возвышенный дух, такая возвышенная атмосфера. И это на самом деле есть с нами сегодня. Мы одеваем тфилы, иногда, ой, тут болит, там болит, ему надо скорее, скорее, тут миньяна. Мы не обращаем внимания на внутренние качества этого деяния. А Балшемтов открыл, что есть внутренние качества. Но он это открыл в общем порядке, как все мы знаем, сначала есть общая идея, потом есть, переходит на степень ближе к нам и так далее. У Балшемтова его открытие дошло до нас только до наших чувств. Мы вдруг начали веселиться. Мы понимали, что такое веселье, мы начали понимать, что такое лыхаем, что-то заложено. и что все, что мы читаем в Торе имеет глубокий смысл. Иногда находили такое понятие, иногда более глубокое, иногда, но все это не оседало у нас во всех наших фибрах. фибрах. Это доходило, так это поверхностно. Это называется беофен макив. Макив это что тебя окружает, не оседает внутри тебя. тогда появился Альтер-Ребе. И знаете, когда Альтер-Ребе появился? Альтер-Ребе появился, когда Балшемтову исполнилось 47 лет. А 47 лет, какой абзац в ты или мы говорим 47 лет? Когда человеку 47 лет, он должен говорить 48-й. Тогда родился Тов Кухей, родился Альтер-Ребе. Шир Мизморливный Корах Песнь Сынов Кораха Гадол Адоной Умугулал Меот Беир Элогейну Хар Кот Шео Велик Бог и очень славен в городе Всесильного нашего на горе святости. В городе Всесильного нашего на горе святости. Ну, когда мы так читаем, то мы понимаем, что это храм и гора святости и гора Сина. Можешь понимать как угодно. Скорее всего, это храм и это Масляная гора. Гора, храмовая гора. А во почему тут Беир? Тут написано Великий Бог и очень славен в городе Всесильного нашего. О чем тут говорит город? Слово город тут имеет значение. А город это содержание внутреннее. Чем отличается город от степей, от полей, от лесов? Что там внутреннего ничего нету. А город это именно внутренний образ жизни. Не то, что оседлый, а именно внутренний. То есть хасидизм открыл нам новую степень в науке. Что мы должны начиная изучать что-то, пройти все степени понимания. То есть начать с того, что мы понимаем разумом, изучить это хорошо головой, и потом, чтобы это прошло еще ниже, чтобы прошло через горловые связки, через дыхательные пути, и дошло до сердца. А от сердца это передается дальше. В третью степень человеческого организма, в печень, в клоет, то есть в мир действий. Но это должно пройти все. Это нужно сначала понять, потом возлюбить, и параллельно нужно бояться тоже, чтобы не ушло это от тебя, чтобы ты не ошибся в чем-то, не споткнулся обо что-то. А потом это передается в действие. И когда вот эти три степени, которые очень много детально обсуждаются в хасидизме, это принес Алтар Эббет. Открыл нам, как служить Всевышнему. Что в принципе каждая митва содержит в себе то содержание, которое мы должны знать и ощущать, любить и трепетать над этим. А любить по-настоящему, как человек умеет любить, у него есть все эти таланты. А для этого ему нужно это изучать. Изучать очень досконально, глубоко. Тогда вся жизнь становится светлее. Последний кто из династии шнейерсонов наших хабадников это был наш Ребе. Он был, есть и будет с Божьей помощью. Мы его до сих пор ощущаем. Мы пишем им письма, мы просим его. И в большинстве случаев мы чувствуем, ощущаем, видим ответ. Обычно это очень хорошо работает. Намного больше и лучше, чем это было при жизни, когда не всегда можно было его написать, не всегда можно было доставить письмо и так далее. И Ребе имел особое время, когда он это читал, когда он ездил на ойл в предыдущем Ребе. Сегодня день свадьбы Ребе. Он сегодня стал зятем предыдущего Ребе. Он сам происходит тоже от Шнеерсонов, он Шнеерсон. Но это были разные братья сына Ребе Цамахседека. Сегодня они поженились. Ребе как-то сказал, что сегодняшний день Юдалат Кислов это день моей связи с вами со всеми хасидями, со всей еврейской нацией, со всем человечеством. Он взял на себя ответственность за весь мир. И он совершил это дело полностью. Полностью. Нет недостатка в том, что Ребе оставил нам. Оставил и оставляет нам, и воспитывает нас, и дает нам вот эти знания, которые мы изучаем хасидизмом. Так это сегодняшний день. До этого в месяце Кислов было много дней праздников, которые связаны с нашей Любавирской династией. Об этом, я думаю, мы будем говорить ближе к Ютед Кислов. Ютед Кислов это 19-й день, сегодня мы находимся в 14-м дне. Эти приготовления в Хабаде они очень важны в нашей науке. Хабад это внутренняя часть человека, а внутренняя часть человека требует от нас подготовки. Можно подготовиться. Поэтому у нас именно в Хабаде особенно есть месяц Элул, который подготавливается к Роша Шана. все его назначение это чтобы приготовились к Роша Шана. У нас прибавляются определенные молитвы, даже тот же самый тыль, там на каждый день трики петла и так далее. Мы каждая вещь у нас молитвы, утром вот мы встаем, но да они отливаем неглвасар. Потом наше учение требует от нас подготовиться к молитве. Подготовиться к молитве это значит посидеть хотя бы час. Посидеть, изучить хасадизм. Изучить то, что имеет отношение к недельной главе. Есть так называется дыхси дыши парши. Есть парши глава в Хумаше в Торе в Пятикнижи, а есть глава в Ликуте Тора, Тора, который написал Алтареда. И есть потом Тора Ор, а потом есть еще Тора Тхаин. Есть очень много что наши рабы, наши вот эти рабы Шнейрсов написали. Это очень глубокие и нужные учения. Нет такого, чтобы человек получил Ликутей Тора перед молитвой, и чтобы он не пробудился с какими-то эмоциями к молитве. Такого не бывает. Это обязательно, это наша связь со Всевышним. Наша связь с нашей душой. Мы вдруг чувствуем возбуждение, когда мы изучаем фасадизм. Вот попробуйте. Ликутей Тора или Тора Ор. Начинается читать, пробуждает нас то, что заложено в нас. Поэтому это очень и очень важно. И мы этим, именно хасадизмом, мы достигнем избавления от всех Гар-Ивандей, от Галута. Так написано в Зоаре, что вот именно этой книгой Зоар придет избавлением из Галута. А что такое Танья? Танья – это продолжение Зоара. Танья идет вместе с Зоаром. Это еще одно открытие в слоях открытия Кабалы и науки этой. Зоар – это основа Кабалы. И там все это есть. Зоар говорит, вот из-за этой книги мы выйдем из Галута. Нам нужно учесть, что есть много-много вещей, которые мы должны пройти. Например, есть такой ромбан, что говорит, что для того, чтобы мы освободились, чтобы мы вышли из нашего рабства. А рабство – это же не только, когда тебя держат в концлагере. Рабство – это когда тебя сдерживают какие-то проблемы, какие-то нервозные состояния происходят вокруг нас. Сегодня, что вокруг нас делается, это же даже в первые часы творения трудно было выдержать. Но там это было легче. Сразу пришел Мабул и потоп и всех убрал у Тихомира. А сейчас нет. Сейчас потопа больше не будет. И Реба не хотел, чтобы был потоп. Реба хочет, чтобы все люди пришли, открыли в себе все, что в них заложено и увидели вдруг, что мир намного лучше, что мир намного краше. Намного лучше и намного краше. Так Рамбан говорит так, что нам нужно разрешение от народов мира, чтобы вернуться в Израиль. Почему и как, мы объясним на следующей лекции с Божьей помощью. Но это Рамбан. И поэтому он говорит посмотрите, посмотрите в нашу историю. Как евреи сходили из Египта? Вдруг стали и убежали? Нет. Почему нет? Надо было разрешение фараона. Его там били, его создали 10 казней, его уничтожали, но он должен был согласиться. И когда он согласился, вот тогда и поехали. Тогда они ушли. То есть он вывел их из Египта. Это потрясающее открытие. Есть еще в истории такие моменты. Один решающий такой главный момент был, когда персидский царь Корыш, Корыш вызвал евреев и сказал возвращайтесь, идите к себе домой, возьмите все, что вам нужно и вот вам деньги, стройте снова ваш храм. Тогда был построен второй храм. Всевышний не сделал никаких чудес, чтобы это само было чудо, но это было такое скрытое чудо. Это было то, что именно и народец из другого народа ощутил в нас наше назначение, и он знал, что это тоже в его пользу. И он это сделал. То же самое было впоследствии Александр Македонский. Александр Македонский очень хорошо относился к нам. И я вам сейчас признаюсь, вот поэтому народы нас не любят. Народы нас ненавидят. Потому что есть некоторые заложенные глубокие горькие корни в некоторых народах. Поэтому в каждом поколении они все ненавистники хотят нас уничтожить. Не прошло еще ни одно поколение, чтобы нас не гоняли и до какой степени чтобы уничтожить совершенно. Так или это или то, что было в последнее время мы пережили совсем-совсем недавно и недалеко от тех мест, где мы находимся. А почему мы все так разбросаны по всему миру? Мы разбросаны именно потому, что там находятся вот эти искры, которые мы должны выявлять и поднимать их оттуда и возвращать их в их первоисточник Всевышнему вместе со всеми нашими отрицательными эмоциями, так сказать. И поэтому вот это наша цель. И мы должны это сделать с поднятой головой. А через нас мы должны передать это другим народам. Мы не должны уходить от народов и ограждать себя от них. Нет. Мы должны жить среди них и служить им примером, как нужно служить жизни своей, как чему нужно служить и каким образом, чтобы жить правильно и быть счастливым. До этого есть семь мисвес, семь заветов, которые дал Всевышний Ною, когда он вышел из Ковчега и сказал, что нужно вот это соблюдать. Это имеет отношение ко всем народам. Абсолютно. И мы должны поощрять это, и не только поощрять, пробуждать и возбуждать это у них, и сделать желание, чтобы им было хорошо от того, что они это делают. И нет только хорошо так, что мы знаем, что это хорошо, а они чтобы не видели, что это хорошо. Они тоже увидят это своими физическими глазами. И в конечном итоге, когда очень-очень скоро придет Масхиех, и откроется вся правда, и тогда у нас будет один дом, один храм, и все евреи и не евреи будут там поклоняться. Вот так. Это будет в ближайшем будущем, это зависит только от нас. И давайте отнесемся к этому как положено. Сегодня, слава Богу, не нужно иметь возле себя, как когда-то были частные учителя, няньки, и 10 наук, на каждую науку был учитель в своем доме. Сейчас нет. Сейчас есть Батейхабад возле каждого из вас. Где бы вы ни находились, Батейхабад. Вы можете присоединиться к этой жизни и понять, что такое, что такое, какие обязанности, какие митвы есть на нашем народе, и какие митвы есть на других народах. И все это можно изучать и жить этим, и вы увидите, насколько красивее, насколько слажче и насколько легче станет жить. До свидания, будьте здоровы и счастливого дня вам. Редактор субтитров Редактор субтитров